Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Чердак, Норбл, куда-то день, куда-то ночью, куда-то утро, куда-то вечер. Продолжаем с вами не для эфира разбираться в хитросплетениях того, как управлять каналом. Комната заданий, у нас появилась новинка, здесь какие-то задания, блок речь прогресса, сменить блок, награды, играть. Пока не знаю, что это такое, что это, зачем и для чего, видимо, какие-то дополнительные достижения сюда лезть не буду. Играть, поехали, компания, продолжу день пятнадцатый, долгий вечер. Полетели. Оборудование не работает, увидите, что электричество подключено. Да, кстати, я забываю электричество включить, такое за мной замечено. Так, день пятнадцатый, долгий вечер. В принципе, это прямо название для моих серий готовые. Вы приходите домой после затянувшейся рабочей смены и находите на столе записку. Вы узнаете небрежный почерк Сэм. Крис выселили за него плату аренды. Вы знаете, что это значит. А, это, которая к нам приходила сеструха нашей этой жены. Она к нам переедет. Сэм, нужно забрать вещи, Крис, с улицы. Не жди меня. Подчеркнуто дважды. Разве это ваша вина? Вы угрюмо включаете второсортный фильм ужасов, который планировали посмотреть вместе с Сэм. Раньше такие фильмы вас жутко пугали, сейчас вы смотрите их, чтобы посмеяться. Это правда. Многие фильмы ужасов теперь воспринимаются как черные комедии. Ну, так реально. Без Сэм не так весело, но пару моментов составляет вас впрыснуть от смеха. Во время самого интересного момента, когда Кэнди собирается одна проверить подвал, просмотр прорывает ваш 14-летний сын. Он хочет пойти в гости к другу. По его виду сложно понять, то ли он просит у вас разрешения, то ли ставит вас перед фактом. А, он прямо сейчас хочет идти. А, ну тогда да, тогда первый вариант, как бы я разрешаю ему пойти, но чтобы к 11-ти был сорванец дома. Он удивляется и вылетает из дома как пробка. Пока вы ждете его возвращения за просмотром фильма, вас понемногу затягивает сон. У вас будет звук помех из телевизора. На часах за полночь, но ни Чарли, ни Сэма нет дома. Вот гад обманул. А, ну, естественно, надо за сыном идти. Завтра Чарли в школу, и он забыл про обещание, поэтому вы едете забирать сына домой. Когда вы приезжаете в дом от друга Чарли, ваш сын говорит, что забыл проверить время. Вы не вчера родились, но Чарли извиняется, так что вы его прощаете. Когда он смотрит на вас своим хитрым взглядом, вы понимаете, что не сможете его наказать. Вот гад. День 15-ый. А, тут даже вот так вот. Ага, о, нифига себе, день 48-й. Скромное Рождество. Это получается полтора месяца, даже больше. Вы не можете скрыть улыбки, оглядывая комнату. За окном лежит снег, дети пытаются взорвать хлопушку, а ваша пожилая мама с трудом борется со сном. Рождество всегда было вашим любимым праздником. Вы сидите во главе стола, на месте папы. Весь день в доме царит напряжение. Вы впервые видите Крис после того, как отказались одолжить свой паспорт. Сэм непривычным быть в такой атмосфере. Они с Крис всегда были не разлили вода. Как правило, Рождество это прекрасная пора. Слышен ли штук вилок от тарелки, пока Крис смотрит на вас, не отводя глаз? Давайте тост произнесу. Вы встаете и поднимаете бокал. Всех с Рождеством. Очень здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Раздается звон бокалов и тихо поздравляют друг друга. Крис не шевелится. Да, мы все здесь, благодаря тебе. Сэм вздыхает опять. Крис, прекрати, сегодня Рождество, может уже забудешь об этом? Ну, опять же, не хочет человек разговаривать с тобой. И как бы, и нафиг не надо. Кстати, у нас нет денег с тобой. Ты увидел вот этот вот момент? Послушай, Сэм, давай попробуем хорошо просить время. Крис опускает глаза на тарелку и начинает хмуро есть кусок запеченной курицы. Смотри, у нее есть еда, она еще чем-то недовольна, да? Ее кормят, поют. Она не на улице живет. Эм, ваша дочь Сьюзи ловит момент и подходит к вам, чтобы пообщаться на едине. Ты же меня любишь, да? Вы усмехаетесь. Вы уже слышали это раньше. Сейчас что-то будет, да? Шутите вы. Что-то попросит. Или что-то разбило. Сьюзи закатывает глаза. Ты же помнишь, мы с друзьями планировали поехать в путешествие в этом году? Начинает она с невинным видом. Так вот, ты можешь немного помочь деньгами? Крис громко фыркает. Особо не рассчитывай, Сьюзи. Аликс с собой щедростью не отличается. Крис, сделайся, мы даже не заткнись. Капец, какого хрена она лезет в отношения между отцом и дочерью? Ты мне скажи, пожалуйста. Ей не дали паспорт чужой, а она сидит теперь и подговняет мне мои отношения с дочерью. Она издевается, что ли? Она охренела? Она с таким темпами из дома вылетит отсюда. Правда, реально. Это че такие люди-то? Ну, если я так скажу, значит, я, получается, буду сейчас все Рождество загажу. Будет конфликт и капец. Я буду с дочерью общаться. Мне похеру на че она там говорит. Мы увидим столько стран, сколько их столько культур, глаза Сьюзи блестят. Вы вздыхаете и тихо отвечаете. Ты знаешь, деньгами сейчас туго, с нами ведь теперь живет бабушка. У нас просто нет таких денег, Сьюзи. Ну, пожалуйста. Вот Гарри и родителям помогают. Извини, к сожалению, мы не можем тебе это позволить. Ну, извини, да. Из-за чего тогда было обещать, кричит ваша дочь. Она переводит взгляд с вас на Сэм и открывает рот, чтобы что-то сказать. Но в последний момент лишь обиженно вскрыкивает и хватается за голову. Крис начинает аплодировать. И награду родителя года получает. Крис начинает отбивать пальцы в сторону барабанную дробь. Вы смотрите на Сэм в поиске поддержки, но тщетно. За без Сьюзи, говорит Крис. У Алекс просто нет времени на семью. Вы не можете вымолвить ни слова. Ничтожество. Крис оприобнимает Сьюзи, и они выходят из комнаты. Всем выходят рядом за ними, избегая вашего взгляда. Охренели, что ли? Чарли незаметно уходит из комнаты, а вы начинаете убирать со стола тарелки. Со стола тарелки. Тебе понравился твой день рождения, Патрик? Спрашивает ваша мама с радостью и улыбкой. Счастливого, сука, Рождества. Вот такие дела. Получит от достижения. Maybe next year. Вот такое себе Рождество. Неожиданная помощь. Кстати, если вы заметили, что у меня странный голос, то действительно так и есть. День 63. Вы просматриваете накопившуюся почту от вида новых счетов, внутри у вас все сжимается. Вдруг яркий значок на одном из писем привлекает ваше внимание. Он вас знаком. Это бирюзовый логотип прогресса. Вы вскрываете письмо. Уважаемая семья Уинстон. Спасибо, что вы вызвали паспорта для проверки. Мы подтвердили их достоверность и сообщаем, что вы подходите для участия в программе по перераспределению капитала. Вы надеетесь, что эта новость стоит в секс-сорсе за последний месяц. Мы рады приложить к письму чек. Надеемся, что он послужит для вас не только знаком нашей благодарности, но и подтверждением того, как мы привержены созданию общества свободного от неравенства. Все же все это похоже на сон. Но пульсирующая боль случайного пари за письмом возвращает вас в реальность. Чек. Чек на крупную сумму. Крис, было об этом известно. Прогресс и правда перераспределяет деньги людей. Мы продолжим борьбу за улучшение страны и жизни народа. Вперед. Вместе. Джулия Селисбери и Питер Клемент. Денежные проблемы теперь кажутся чуть менее серьезными. Это радует. Так, а тут изменится, нет? Неподъемный долг как был, так и остался. День 72. Длинные выходные. Слушай, прям сегодня прямо одни... Одни эти... Одни свайды. Текущее состояние иногда безудержный шопинг. Почему молния на этом чемодане никогда не застегивается до конца? Сегодня у вас, Сэм, годовщина свадьбы. Каждый год вы уезжаете на выходные, чтобы отдохнуть где-нибудь на природе. В деньгах вы не купаетесь. Вы давно ждали этой поездки. Наконец вы побудете вдвоем вдали от повседневной суеты. Никаких детей и работы. Только вы вдвоем. Тишина и покой. Молния наконец застегивается, и вы тащите набитый чемодан вниз по лестнице. Коридорщики вы занимаетесь замечательно, что на телефоне горит кнопка автоответчика. Добрый вечер, Алекс. Это мистер Боузман. Я звоню сообщить вам, что необходимо выйти на работу на эти выходные. Вдрюлос все обрывается. У нас появилась информация, что напряженность между нашей страной и некоторыми странными державами вот-вот достигнет критического уровня. Мы должны первыми обнародовать любые новости по этой теме, так что команда вечерних новостей должна быть на чеку круглые сутки. Будем ждать вас в 8 утра. Приятного вечера, Алекс. Удивление сменяется раздражением, а затем гневом. И что теперь сказать, Сэм? Сэм спускается по лестнице, изучая счастье. Сэм целует вас, берет ключи от машины, состывая и начинает нагружать чемоданы в багажник. Трудный, конечно, выбор. Трудно, конечно. Такие еще слайды показываются. Впервые солнечные, обычно были темные. Но смотри. Как-то странно, они его оповестили о том, что нужно выйти в выходные через автоответчик. Он же мог и не прослушать его. Что ему мешало вообще его не включить, а просто взять и уехать. И я не думаю, что есть какая-то система, которая позволяет... Не, ну конечно, сейчас такие системы, конечно, все уже есть, уже можно узнать. Но вот в лоре игры, которая бы распознала бы, прочитала бы сообщение или нет. Хотя, наверное, можно понять, да? Я бы и так бы, конечно, поступил. Опять же, кто такой Боузман? Боузман, скорее всего, это отразится на нашей зарплате. И иногда безудетный шоппинг, скорее всего, пропадет. Ой, ну я даже не знаю. Ну, я ставлю себя в реальность, как бы, не в игровую, а в реальность. Вот как бы я поступил бы. Ну, конечно, я бы поехал бы на работу. Но реально, ну, представь, тебе звонят, короче, и ты такой говоришь своему начальнику, любому, говорит, пошел ты нахер. А тебе что, на работу выходить? То есть, скорее всего, если ты не собираешься увольняться, то ты пойдешь на работу так или иначе. Ну, потому что Боузман, у каждого есть свой какой-то Боузман, который так или иначе может на тебя влиять. Ну, либо ты этой работой не дорожишь, и ты как бы можешь послать всех нахер. Либо ты какой-то занимаешь более хорошую должность, то без тебя не обойтись. Тут видишь, что надо понимать, так ли ценен этот работник. Если ты действительно понимаешь, что за тобой охотятся, у тебя классная профессия, классная специальность, классные навыки, которые, ну, скажем так, пошел нахер Боузман, появится другой Боузман. Поэтому можно как бы послать нахер. А здесь я даже не знаю. Даже не знаю. Но у него денег нет, у него типа, ну, давай, ладно, извинюсь и поеду. Вы держу его, вздыхаете. Наша поездка отменяется, да? Вы слышу в голову за спиной, вы резко оборачиваетесь. Вам не остается ничего, кроме как кивнуть. Почему меня это не удивляет? Видимо, я требую слишком многого, когда прошу тебя хоть раз поставить семью на первое место. Сын уходит. Входная дверь, то скрип по поскрипу в тишине. Ну, не он же это виноват. А, тут даже не будет, это выходных дней. То есть он работал все эти дни, да? Родительское разрешение. Пора в отпуск. Текущее состояние, нифига себе. Ваш сын Чарли хватает вас за руку, пока вы читаете. Стремитесь ли вы к успеху? Являетесь ли вы активным членом команды? Вам нравится получать бонусы от сотрудничества? Присоединяйтесь к активистам прогресса. Уже сегодня. Вперед. Вместе. Это об молодежном клубе. Чарли вам рассказывал? Чарли отбирает у вас листовку и впихивает руки в разрешение. Я буду ходить туда пешком после школы, а сестра Бена будет отвозить меня домой, так что тебе даже не нужно будет ничего делать. Вы подписываете разрешение на то, чтобы ваш сын присоединился к активистам прогресса. Ну, это понятно. Это типа с детства, типа, получается, ребенок, получается, будет как бы уже типа под активистами прогресса. Это понятно. Но, с другой стороны, любая партия, не важно какая, она так или иначе работает с будущим электоратом. И, соответственно, здесь просто так поставлено, что активисты прогресса, вот они начнут внедрять. По сути, это делают все и вся. И, грубо говоря, не отправлю я его в лагерь. Найдутся тысячи других способов, как на сына повлиять, если активисты прогресса и правду... Если эта партия прогресса и правду начала такую полномасштабную кампанию по работе с молодежью. Поэтому здесь ничего плохого я не вижу, поэтому давай. Ваш сын радостно позвал, нам приятно видеть, как сильно он хочет участвовать в жизни города. В этом ничего плохого, вот я о том же. День 98. Тем более, тут же есть такой момент, если ты сам занимаешься воспитанием детей, то, в принципе, никакой прогресс тебе не опасен. Если ты не занимаешься воспитанием детей, то детей воспитает либо улица, либо активисты прогресса, либо еще кто-то. Как говорится, третьего не дано. Смотри, что мне дали ребята с работы. У них не получается пойти, говорит Сэн, размахивая двумя билетами. На них крупная буква написана «Алан Джеймс прав» перед вами. Даже не знаю, как думаешь, там стоит сходить? Алан Джеймс прав – это этот же фрик, который был у нас в программе в прошлый раз. Ой, ну, у него манера такая. Это, кстати, есть вот каждый такой человек, который тебя фактами просто пихает об морду. А не знаю, видит только плохое даже в том, что, не знаю, там, стакан наполовину полон. Поэтому он в любом случае поехавший. Ну, или посмеяться, типа, сходить. Хотя, вот опять же, если ты сходишь посмеяться, все равно тебе в него какие-то идеи этого поехавшего упадут. Я бы не пошел бы, на самом деле, на него, потому что мы его на работе у себя видели. Да ну, он же поехавший. Извини, говорите вы, но это просто я не выдержу. Сэм раздражается смехом. Слава богу, мне уже стало страшно, что ты захочешь пойти. Вы разрешайте остаться дома и заказать пиццу. А он, Джеймси, стоит того, чтобы посмотреть на него время. Хотя, с женой надо было пойти. Надо было пойти с женой. Надо было пойти, зря я не пошел. Получено достижение Моди Он Зарвут. Выгодное партнерство. Так, а сегодня будет просто чисто свайд, да? Сегодня не будет никаких у нас этих дней. Так, выгодное партнерство. Вы возвращаетесь с домой после особого длинного рабочего дня и накатываетесь на несколько стопок писем. Последнее время сцент так раскладывает всю почту. Больше чест писем – всякий мусор. Но в письме все яркие молоков типа прогресса, на котором яркими красными буквами написано «Срочно, ответьте!» немедленно, сразу же привлекает внимание. Лучше не тянуть. Уважаемая змея Уинстон. Сообщаем вам, что правящая партия прогресс приняла очередной шаг на пути к испечению равенства. Мы национализировали все крупные частные компании и перераспределили их ресурсы среди граждан нашей великой страны. Программа партнерства гарантирует, что блага, созданные людьми, принадлежат только им. Вы не помните, чтобы об этом говорилось в манифесте. Каждая семья станет партнером одной из трех организаций, выбранных прогрессом за высокое качество производства и устойчивое финансовое положение. Учтите, прибыль зависит от общественного мнения и не гарантированно. Пожалуйста, выберите один из следующих вариантов. Так, компания ГС, глаз смотрящего, косметика, одежда, мода. Мы видим красоту во всех наших клиентах. ЗАО «Бешеный Нил». «Бешеный Нил» никогда не простит бешеных денег. Но мы видели регламу этого «Бешеного Нила», поэтому нет. «Акционерная компания Услада. Ваше удовольствие, наша работа. Спорт, путешествие, релакс. Удых, нужен всякому». Ага. Но это, короче, зависит от того, какую я рекламу буду ставить. Понятно. Так или иначе, то есть я становлюсь, так сказать, уже партнером, так сказать, этой партии прогресса. Потому что я же управляю телевидением. Соответственно, смогу ставить ту рекламу той компании, акционером которой я буду являться. Ну, опять же, косметика, одежда и мода. Она нужна всем всегда. Услада. Спорт, путешествие, релакс. Отдых нужен. Ну, вот это, кстати, тоже хорошее. «Бешеный Нил», там как бы эти диваны. Не хочу я. Ну, вот я либо вот это, либо вот это. Ну, давай возьмём Усладу. Тем более нам пора отпуск, давай. «Спасибо за ваш выбор. Пожалуйста, верните нам этот документ по почте, используя приложенный конверт. Отчёт о промежуточных результатах вашего партнёрства вы будете получать раз в 3-6 месяцев. Кажется, даже прогресснее всего в победе государственной бюрократией. Это да. Без бюрократии не было бы и государства. Партнёрство – это будущее нашей страны. Вперёд вместе, Джулия Солсбери и Питер Климент. Сколько у вас может быть влияния? В достатке, кстати, мы встали это видео. Кстати, пошло в гору. Сэм должна быть довольна. Это получается уже, нифига себе, уже почти сколько уже тут прошло? Почти полгода. Питер Климент, телезвезда и телеведущий популярного шоу, сделай сам. Один из лидеров партии прогресса. Понятно. Так, ну что-то новенькое должно быть. Буря. Буря, ты понял? Так, до эфира сколько? Добрый вечер, Алекс. Это Боузман, ваш босс. Пока вы готовитесь и ставите рекламу, я хотел сказать, что правительство прислало ролик с информацией для населения. Обязательный к показу. Вы можете выбрать остальные, только изучите название. Но ролик прогресса желательно включить во второй перерыв. Всё, хорошего эфира. Ну ладно. Так, проверить простату. Ну и погода. Да, в помех будет куча. Как дела со Стивом? А мужики, козлы. Всё так плохо? Он сейчас на пути духовного поиска. Да ладно? Да, есть он предпочёл воображаемого друга с облачка тебе? И зачем я тебе сказала? Может, ему было скучно на свидание? Внимание, 10 секунд. Говорю же. Или ты случайно показала характер? И пять, четыре, три. Добрый вечер. С вами Джереми Дональдс. И Меган Уолл. Главные новости сегодня. Вне команды. Таинственные символы появились ночью. На тысячах зданий по всей столице. Ой. Сегодня в эксклюзивном интервью с премьер-министрами Джулия Саусбери и Питером Клементом мы обсудим это загадочное явление. Тихо, тихо, тихо. Прикорный курс одобрения прогресса держался три месяца. Но неужели это первые шаги молчаливого сопротивления? И к чему это приведет в перспективе? Остаться в живых. Застрявшие в Дерри Данте более чем на месяц доктора Ингрид Сворсборген Хорденсворд и Дэвид Вонг объявили, что обнаружили два пути решения проблемы. Два величайших ума научного мира работают вместе, что вселяет надежду на их успешное возвращение домой. В их команде нет механиков, способных починить их судно. Поэтому они решили питаться тем, что предложит экосистема пещеры в ожидании спасательной группы. Но я все-таки предпочту ризотто, Джереми. Меньше жертв. После того, как последнего мистера обнимашку уничтожили, мы спросили себя, как мы это допустили? К счастью, наш канал никогда не рекомендует... Блин, короче, я абсолютно забыл все эти, как они... Картинки, короче, я хаотично нажимаю, пытаюсь вспомнить, что это, и, короче, все позабывал. Картинку надо выбрать, я понял. Но сколько было бы хуже? Хорошо, что мы не узнаем. Здравомыслие членов правительства теперь под вопросом. Премьер-министру Питеру Клементу пришлось принести публичные извинения за рекламу взрывоопасной игрушки во время кампании «Прошлое Рождество». А-а-а-а. Желаем его племянниц скорейшего выздоровления. Столик на двоих. Джонни Хэмсливс и Тиффани Лемур были замечены сегодня на свидании в кафе. Знаменитая пара пережила много взлетов и падений с начала их отношений год назад. И эта фотография точно вернет их в поле зрения желтой прессы. Неужели нас ждет самая грандиозная свадьба звезд после... Вроде правильно все сделано. ...высаев из-за рестлера Рэнди Хряща Макфриджа и его партнерши по игре в салки Тины Тайни Хэнс. Потому что это же как бы не желтая мы пресса, в конце концов. Неужели тот, с кого мы брали пример, станет плохишом из мира спорта? Все выше и выше. Попытки оставить в прошлом трагедию с мистером Обнимашкой, глава Риммингтон Свиста, София Риммингтон, заявила о выпуске нового продукта, который уже успел заинтересовать рынок. Этот инновационный продукт взбудоражил общественность... Ну а давай. ...хотя критики скептично относятся к обещаниям... Не, надо было БББ. ...изобретение, опережающее время. Мужской контрацептив предвещает сексуальную революцию. Многие рады, что мужчины, наконец, тоже смогут брать на себя ответственность за контрацепцию. Но некоторых беспокоит безопасность и побочные эффекты. Ну да, не без этого. Далее вас ждет эксклюзивное интервью с премьер-министром. А также прямой эфир с Патриком Бенноном с финала соревнований по спортсборду. Не пропустите все это сегодня в наших вечерних новостях. Что такое? Ой, помехи, помехи, помехи пошли, блин. У меня эти помехи просто, они меня раздражают и убивают. Все время. Мышкой можно еще управлять. Давай, 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 давай. Нифига там заставка какая-то лютая. Прикольно, кстати. Тихо. Есть. Но сначала, во время как прогресс поддерживает большая часть населения страны, уровень и качество жизни, которые уже заметно повысились, некоторым переходный период пришелся не по нраву. Все верно, Меган. Бывшим членам аристократии пришлось кардинально изменить образ жизни, чтобы приспособиться к новому режиму. Робин Шорт отправилась в пригород в попытках выяснить, не планирует ли бывшая городская элита устроить какой-нибудь протест. Робин? Спасибо, Меган. Я сейчас в Модерет Хатчинске. Что такое? Блин. Их переселили в этот дом, что за моей спиной, после принятия прогрессом закона о капитале и собственности в первый же день. Ну они какие-то веселые, кстати, стоят. Как вам ваша новая жизнь? Их же выселили. Ну если тебе, Лобин, плевыкать нам тяжело. Соседи какие-то пландоги. Это невыносимо. Извините за грубость. Но они просто совершенные невегласы и заавиники. Да тише, мне лобла. Извините, Лобин, для сестры это большой стресс. Утлам ей пришлось одеться саму, и она еще не отдыхала. Ух ты. О, да. Тихо-тихо, блин, опять помещик. Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо, ой, блин. Так, ну смотри, они сами себя закопали, там я видел их интервью. Конечно, они охреневшие. Тихо-тихо, это надо убирать. А как мне убрать-то это? Тихо, что такое? Да блин, я помехи опять пропустил. Я смотрю, за репортажем. Тихо, там пошла уже. Там уже пошла, это, 18+. Рекламка пошла. А не пробовали работать, мне хочется спросить. Поверь, ах, мы и восстанем. Прав и вправ. Вы в порядке? Да, папуля, как его? Заткнись и позови в мать. Тихо, Джереми, Меган, кажется, сторонники протеста не будут сидеть без дела. А я передаю слово вам. Я Робин Шорт. Едва сдерживаю смех в Модерет Хатчинс. Спасибо, Робин. Что ж, мы точно будем следить за продолжением истории, верно, Меган? Говори за себя, Джереми, я на стволы на всю жизнь осмотрелась. Не сомневаюсь. Но сможет ли стать обнаженный протест настоящим движением? Такие протесты нестандартны для нашей страны. Но, как ты наверняка заметил, Джереми, наша страна становится не такой, как прежде. Да, но кто будет бегать голым при нашей погоде? Надеюсь, не ты, Джереми. Ну, на мне бы не поместились все эти слоганы. После перерыва в прямом эфире Патрик Беннон с финала чемпионата по спортсборду. Оставайтесь, не переключайтесь. Мы вернемся после рекламы. Все, запустил рекламу. Минута до эфира. Извините, я сейчас лукну. Ох ты. Она забавная. Да, я знаю. Прикольно. Это весьма мило. Она хочет твое место. Да пусть забирай. Почему над моим столом дождь? Алекс, это Боузман. Нам сообщили, что голые протестующие планируют сорвать финал по спортсборду. Не выпускайте это в эфир. Никому не нужны чужие причиндалы в новостях. Боузман. Конец связи. А, Боузман, наш руководитель, да, типа. Ну, коня, понятно, чьи причиндалы нужны в эфире. Так, 47 минут, да, до конца. У меня прогресс-уход, радость болта. Блин, радость болта, серьезно. Жю-де-кащен. Это косметика. А я косметику не выберу, тут проверить про простату и безумный Нил. Ну, блин, наверное, вот это, получается, в которую я вложился, получается, компанию. Там про здоровье, путешествия. А я подумал, что это вот они какие-то одинаковые, понятые. Ну, тут так написано. Знаю, мы с вами снова, это моя реплика. Оставим как есть. Конечно, ведь у меня останется одна фраза. Да не я это все написала, Джереми. Да, я знаю. Дженни, с телесуфлером что-то не так. А, на меня опять капнуло, как-то починят. А, там бури. Так, я готов. Я готов. И с вами снова вечерние новости. Я Мэгн Волф. Сегодня мы поговорим с премьер-министрами о нововведении в сфере здравоохранения. В центрах ухода. Видно, что странно же. Абсолютно верно, Джереми. Но сначала, в прямом эфире с нами, Патрик Беннон. И его репортаж с финала игры, которая захватила всю страну. Спортсборд, Патрик. Все верно, Мэгн. Мы находимся на финале первых ежегодных соревнований чемпионата по спортборду. Накал борьбы продолжает расти. И можно смело сказать, что этим двоим не терпелось сразиться весь сезон. Первая у нас Эли Страйкер. Она здесь более опытный игрок. Ее меткость оценивается на 7 баллов, держит Джена тысячу и годовое лишение прав. Она известна коронным приемом в тощикамя. А против нее сегодня пришедший покрасоваться, имеющий рекордные 12 аутов, 14 финишей и бракоразводный процесс. Томи, ноготь, Харис. Ждем отмашку судии. Проходит церемония по счете. Какая хорошая церемония. Еще идет. Страйкер, конечно, начинает. Ведь она выиграла с каким-то отрывом раунд в викторину. Сила есть, ума не надо. Это про Хариса. Дурачок. Эли Страйкер. Так, там есть всякие зеленые, да. Сначала у Страйкера. Сейчас она демонстративно спокойно. А что у них за такое тут? А теперь мистер Харис. Он берет мяч рукой. Неплохой бросок от Хариса. Но нифига. Там, кстати, мне подсказывают, какой лучше включать. Лучше вот это, наверное, управлять. А она совершает бросок между ног. Неплохо, на мой взгляд. Спорный момент, но судья уже все решил. Бросает Харис. Лучше мяч в руках, чем мяч в небе. Давай. Я думаю, так сойдет. Но не мне судить. О, нет. Очень плохие новости для Хариса. Слабое начало для Томми в первом же раунде. Будем надеяться, во втором будет лучше. Но сначала, конечно... Не понял я правил в общем. Что это за перенят за такая? Какой увлекательный вид спорта. Так, тихо, мы это показывать не будем. Я понял. Ой-ой-ой. Не обращайте внимания... Тихо, тихо, тихо. Мне надо не показывать, я понял. Я еще раз прошу прощения, если вы... Тихо, не показываем. Проблема должна решиться секунду на секунду. Не показываем. Они пытаются продолжать, но это тяжело. Как и следить за ходом игры. Отвлекают внимание эти... Отвлекают, да-да-да-да. Да, окей, отлично. Так, вернемся ко второму раунду. И Харис... Слушай, я справился почти хорошо. Почти ничего у него не было. Я красавчик. Эли Страйкер. Это самая напряженная игра, что я видел. Харис. Это что, большепальцевый винт? Его не было с отборочник. Блестяще. Я аж там, блин, проникся этой игрой. И время пришло, дамы и господа. Это звук заземления. Что такое? Отличная игра с обеих сторон корзин. Не знаю, как вы, а я вижу пример высочайшего исполнительского мастерства. У меня буквально дух захватывает. Судья заметил что-то? На шее или голове? И Харис полностью облажался. Какое же жалкое начало для Томми Харриса. Ну, я всегда говорил, он запрягает долго. Ничего, есть два тайма, четыре раунда и пара по джанру. Итак, а сейчас перерыв. Время для шоу. Спонсор Риммингтон Суиски. Так, ну давайте. На фоне играет легкая, приятная музыка. Они опять будут. Окей, другой, протестующий на площадке. Приносим свои извинения. Мы постараемся скрыть все лишнее от ваших глаз. Он бегает по площадке с гениталиями, болтающимися у всех на виду. Так, тихо, я ничего не допущу. Тихо. Опа-опа-опа-опа-опа. И он только что сбил корзину. Ну, просто зла не хватает, когда сбивают корзину. Надеемся, что его выведут. Обнаженные гениталии болтаются повсюду. На мой взгляд, совершенно невоскресный формат. Все хорошо, справились. Я надеюсь, мы его больше не увидим. Фух, красава. И прекрасный финал по бокам корзины. Сложно выбрать победителя. Впереди третий раунд. И я хотел бы знать, о чем они сейчас думают. Но, к сожалению, пока нет таких технологий. Очень интересно, ничего не понятно. Вот эта фраза, которая классно отражает вот все, что сейчас происходит здесь. Подывальщик мячей строит мне глазки. Почему? Итак, страйкер. Слабовато. Кажется, она растерянна из-за всей этой суматохи. Вернемся к Харрису. Этому мячику повезло. Не так ли, дамы? Ну-ка. Так им в корзину не надо попадать, что ли? Вообще не понимаю, как это игра у них как будто. Ё-моё. Да уж. Он ни разу не проиграл Соколу за последние четыре игры. И? Внимание. Томми Харрис. Ну давай. Неплохо. Опа. Отлично. Он бросил мяч чуть дальше. Хорошая идея. Весьма умно. Было касание и предупреждение от судей. Но, на мой взгляд, он слишком строг. Эли Страйкер. Ну, смотри, у меня, кстати, хорошая зеленая вовлеченность людей. А вам подавать в панике? Что это было? Больно смотреть. Не могу поверить. Невероятно. О, Господи, Боже мой. Тихо, тихо. Опять эти активисты прибежали. Я не знаю, как с привести. В смысле, ну, в смысле, тут же не прикрыто грудь, гениталии везде и всюду. Не показываем. Не показываем. Они в силах. Они тут просто не скрыться. Они везде. Но почему... Тихо. Удивительно, что они пытаются деньги вернуть, вернуть именно гулым протестом, да? Все хорошо. Итак, впереди финал. Сегодня вторник, а это значит, что последний раунд это пантомима. Но надо же. Так, кидай. Хоп. Отличный мнимый бросок от Хариса. Может произойти что угодно. Высококлассная игра от настоящих мастодонтов спорта. Мне кажется, мы с тобой прекрасно справляемся в этот раз. Ну, не старай ли, куда следует. Как по мне, давно пора. Давай, давай, кидай. Опа. Она перебрасывает мяч. Интересно. Она положила его в рот, будто это яйцо. А она... Она его выпила. Это плевок яйцом. Какой чудесный прием. Правда, запоздалый. Эм, отстрайкер. Она задрала нос. И прет, как паровоз. Нормально рифмуешь. Хорошечно. Теперь Томми Харрис. Готовый к бою. Ну, давай, Томми Харрис. Он явно будто бы чистит банан. Какой интересный прием. Либо дефицит калия, либо с ним сегодня что-то не так. И он бросил его, а мяч это банан. Какой потрясающий прием от Харриса, но... Увы, на этом все. Жалкий, какой жалкий пенал. Вот и все, Джереми, финиш. Как же он будет смотреть в глаза своему сыну? Пау-бам. Мы подождем, пока судья не огласит официальный результат на состязании. Игроки, прошу сюда. Так, кто победил-то? И победителем первого ежегодного чемпионата по спортсборду становится... Че такое? Каждый! А, каждый! Ё-моё! Включай меня, и это моя пятнадцатая победа в чемпионате по спортсборду. Устрою настоящий праздник со своими женой и детьми. Еще одна прекрасная победа для меня. А вот и охранники пришли забрать медали. Тихо, ё-моё, что происходит? И еще раз спасибо. Сегодня смотрели... О-о-о! Вместе с нами. У меня все за каратива, представляешь? Патрик Бэннон, с нетерпением жду празднества. И, пожалуй, мне больше нечем добавить, Джереми. А значит, передаю слово вам. Патрик Бэннон с репортажем с невероятного финала. Настоящий спортсборд, Джереми. Не знал, что ты фанат. Да, я могу закрутить такой даблер, знаешь. Я бы не стал ставить против тебя. А после перерыва у нас в гостях премьер-министр Джулия Солсбери и Питер Клемент, которые собираются сделать сегодня важное заявление. Не пропустите! Сразу после рекламы. Минута до эфира. Микрофон ударил меня током. Чего? Ух ты, блин. Блин, я рекламу уже запустил. Все нормально? Да, только микрофоны нас убивают. Не волнуйся. Ну, рейтинг высокий, смотри. Все в порядке у нас. Фу, оценка блока Ди. Ведро. Блин, закоротила кнопка. Точнее, нет. С матами. Здесь новая гидроизоляция нужна. Трехслойная, не меньше. И реклама закоротила. Офигеть. По идее, по идее, прогресс должен телевидению не уделять особое внимание. Это же как бы СМИ, чьи четвертая власть, по идее, должны в первую очередь здесь. А тут все какое-то потертое. Это какой-то, видимо, у них не государственный канал. Так, че, у меня первый этот, получается, экран включен. А у меня нет. Получается, у меня не все кнопки будут активны. Четыре, пять, четыре, три. Здравствуйте. Рада приветствовать наших гостей. Джулия Селисбери и Питера Клемента. Добро пожаловать к нам, премьер-министр. Можно просто Джулия и Питера. Мы любим те, которые они очень прогрессивны. Мы рады быть здесь. Во-первых, позвольте спросить ваше мнение о граффити, появившихся по всей столице. Стоит ли волноваться? О, нет. Нет, конечно, не стоит. Ну, если, конечно, у вас нет жуткой аллергии на краску. Но да, есть еще люди, которым мы пока не смогли помочь. В основном, нытики всякие. Нытики. Конечно, у них есть преимущества нового будущего. Не знаете, Мэган, как всегда говорила моя мама, некоторые засранцы не умеют быть счастливыми. Фух, успел. На меня капнулось. У них прям в студии, смотри, ведра стоят. Обычно март-проект. Которые мы, конечно, профинансируем. Вы хотите сказать, что прогресс излечил смерть? Это бы добавило нам голосов... Вот сейчас точно капнуло. Мы не излечили смерть, но мы сделали ее гораздо менее страшной. Куда менее болезненной и куда менее дорогой. Нет, нет, какая тут самая камера? Это камера четыре, вот там. Мне было тринадцать. Мама забрала меня из школы, повезла в больницу. У дедушки. У него случился приступ. И мы пришли прощаться. Я зашел к нему, он был слабый, бледен, и я... Я испугался, потому что видел его на днях, и он был здоров, как бык. И он сказал мне, пейте. Он сказал, пусть будет так. Я не хочу быть обузой людям, которых люблю. О, это была ваша последняя встреча? Нет, его выписали. Он прожил с нами еще девять жалких лет. Он ел с ложечки, у него был горшок. Он срал прямо в гости. Ой, блин. Смотрели футбол. Он даже не дожидался перерыва. О, это было... Это было ужасно. Ужасно для нас. И вот в чем тут суть. Это было ужасно для него. Он видел, как мучается моя мама, глядя как жизненно угасать. И он ее умолял выключить этот дыхательный аппарат ночью. Но она не могла. Или не хотела. Это было бы незаконно, понимаете? Боялась лишиться и детей. Вместе с отцом. Ни одна семья не должна так страдать. И теперь это не нужно. Так, что они там, какую бодягу говорят? В нашей стране открываются первые из трехсот центров ухода. Центры ухода займутся делами последних дней жизни. Юридические, финансовые, медицинские и эмоциональные запряты будут переданы и оплачены правительством. Даже самый бедный человек сможет встретить смерть, когда сам захочет. И этот выбор важен. Эта услуга только для тех, кто ее выбирает. Для людей, чье время пришло. Для тех, кто не хочет быть обузой. Умирает тяжело, медленно и мучительно. Умирает тяжело, медленно и мучительно. Нет, это уже слишком. Все, хватит. Хватит с меня этого ебашевого. Я на это не подписывался. Все, я... Да блин. А у меня есть куда-то здоровье, нет? Может почувствовать давление. Давление провести последние дни, питаясь деликой. Блин, мне это показывает. Выбивая вино в роскошных спай-садах. Так, слушай, я могу сам это все спокойно. Да, еб, даю вам. К делам андобоям. Премьер-министр, пожалуйста, следите за речью. Премьер-министр, конечно, у них шикарный. Иди, приди в себя. Сегодня в эфир выйдет специальный фильм. Из него зрители узнают все необходимое. Вы продвигаете столько реформ? Сложно поверить, что прогресс у власти меньше года. О, Меган, а ведь мы только начали. Боли, ну меня. Позвольте поблагодарить за участие, Джерми? Да, точно. Сегодня на этом все. Спасибо нашим гостям. Мы поздравляем тех, кто попал в окончательный состав сборной. Увидимся завтра вечером. Блин, у меня рейтинги упали. Боли, был Джерми Дональдс. Желаю всем доброй ночи. Снято! Отлично поработали! Вот это жахнуло! И что они просто... Видимо, я тут не вижу ничего хорошего. Племянникам радость. Быстро меня сбагрят, как только заболею. Какая-то такая грустная серия, на самом деле. Эфир завершен. Доступно новое задание. Продолжить. Повтор, что 13. Оценка блока Е. ABC, D и FG. Ну, вроде зелененьким горит. Значит, вроде бы неплохо с тобой справились. Блока С, блок D, блок Е. Оценка эфира D. Ну, такое себе. Вы получили небольшое снижение зарплаты. Типа, что стояние в достатке. Понято. Потихоньку богатеете. Акции. PC, RC, Glass, ND. Понято. Прогресс растет. Это я не знаю, что такое растет. Здоровье, да? Пока плохое. Понято. Так, эфиры. Ну, тут, получается, у нас с тобой, смотри, было довольно-таки мало чего, того, что мы с тобой могли не видеть. Перед возвращением к команде вечерних новостей, ознакомьтесь с телепрограммой канала «Первый» на сегодня. В 18.30 вас ждет краткая история спортсборда, где Патрик Беннон расскажет историю роста популярности нового спорта. Затем вас ждет повтор прямого эфира с финала соревнований по спортсборду в 19.30, в 20.15, в 20.00 и в 21.45. В 22.30 вы увидите мировую премьеру телеадаптации мюзикла «Эй, дружба». Эй, дружба, да серьезно? Это важная и важная история 13-летней девочки из современной семьи, которая пытается выжить в школе с устаревшими взглядами. Повтор финала по спортсборду в 23.45, а затем мы покажем прогноз погоды, который начнется в 0.30. А прямо сейчас вечерняя новость. Добрый вечер, с вами Джереми Дональдс и Меган Лоу. Загрузка, что у меня зависла. Не команды, таинственные символы появления. Вот тут они, кнопки, нажимаются, но они тут где-то за, зависли. Ладно, так, давай дальше, поехали, назад. Снятая, снятая буря. Буря до эфира. Давай посмотрим, что здесь такое было у нас. Буря до эфира. Ну-ка. А как дела со Стивом? Все мужики козлы. Все так плохо? Он сейчас на пути духовного поиска. Да ладно? То есть он предпочел воображаемого друга с облачка? Тебе? И зачем я тебе сказала? Может ему было скучно на свидание? Внимание, 10 секунд. Говорю же, все козлы. Или ты случайно показала характер? Козел. И пять. А, она на свидание там все хочет, понятно, ходит. Так, это мы с тобой видели. Хорошо. Так, блок 1. Это Somerset Bandly. Ну-ка. Somerset Bandly. Давай посмотрим. Потихоньку личную жизнь еще узнаем этих ребят. Кстати, я очень рад этой игре в плане того, что у меня с голосом сейчас проблемы. И мне, по сути, здесь не надо много ничего читать и говорить. То есть она полностью на русском языке прям очень классно совпала. Так, что-то загружается долго. Почему? Вроде там же ничего такого большого не было. А почему не загрузилось? Ну-ка играть. Или оно так реально долго загружается? Ну, нет, вроде бы ползунок идет и останавливается до какого-то момента. Надо подождать, что ли? Что-то узнает. Ладно, давай вот это построю. Спорт-борд. Или там просто слишком много материала было. Надо было чуть подольше подождать. Так, загрузилось, да? Ну, тут так написано. Знаю, но и с вами снова это моя реплика. Оставим как есть. Конечно, ведь у меня останется одна фраза. Да не я это все написала, Джереми. Да я знаю. Дженни, с телесуфлером что-то не так. А, на меня опять капнуло. Когда починят? Хотят, чтобы мы поджарились. Рейтинги взлетят. И пять, четыре, три. Прикольно. Рейтинг. И с вами снова вечерние новости. Я Мэган Уолф. Сегодня мы поговорим с премьер-министрами о нововведении в сфере здравоохранения. Центрах ухода. Видно, что им это важно. Абсолютно верно. В прямом эфире с нами Патрик Бэнн. Его репортаж с финала игры, которая захватила всю страну. Спортборд. Патрик. Мы находимся на финале первых ежегодных соревнований чемпионатов по спортборду. Накал борьбы продолжает расти. И можно смело сказать, что... ...не терпелось сразиться весь сезон. Первая у нас Эли Страйкер. Она здесь более опытный игрок. Ее меткость оценивается на 7 баллов. Так, ну это мы с тобой видели, да? Это просто посмотреть, как мы там справились с этими активистами. Смогли ли мы их как бы заглушить? Ну, вроде бы хорошо справились, на самом деле. Не было никаких гулых ребят в кадре. Мы, по-моему, все только нормально с тобой отыграли. Да, вон они появлялись, но это все, да, это так все. Все хорошо. Этих мы... До свидания. Министры в студии, ну-ка. А этот корреспондент говорил о том, как ему надоело эту херню всякую освещать. Не, ну понять можно, что у человека. Но приходится кому-то и такую работу делать. Простите за все эти ведра, крыша дала течь в одном месте. Точнее, в нескольких. Да вам здесь новая гидроизоляция нужна. Трехслойная, не меньше. Спасибо, сэр. Премьер-министр, приятно встретиться вновь. Мисс Уолф, это звездный час вашей карьеры. Чудесное нынче время. Так оно и есть. Питер Клемен. Меган Уолф. Так, ну это мы с тобой видели. И больше здесь, наверное, ничего такого интересного не будет, да? Наверное, да. Наверное, да. Так, тогда их сейчас выключаем. Выключаем. Ну и все, вот это мы только почему-то с тобой не смогли никак загрузить Саммерсет Бентли. А, это где вот эти вот, как они, репортаж был, получается, где эти богачей переселили куда-то. Оно вспомнило. Ну давай подождем чуть-чуть, может все-таки загрузится, нет? Почему-то оно не хочет никак грузиться. Вот здесь останавливается и все. Загрузка. Они там тоже какой-то голый протест свой устраивали. Все, да, не хочет что-то грузиться. Ну либо надо просто долго ждать, но я не знаю, насколько долго ждать. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну ладно. Так, назад. Снято. Это вот, получается, то, что я снял, да? Буря. Да, это то, что я снял. Реклама. Ну-ка, буря. Безумный мир. Жю-дю-ди. Капюшон. Длинная, да, реклама. То есть это какие-то другие, да, рекламы были. Центр ухода. Проверить простату мы не включали. Безумный мир. Пасха. Это типа новые какие-то рекламы. Но я не знаю, в принципе. По-моему, вот Радость Боута. Давай мы, по-моему, не смотрели с тобой. Давай посмотрим. Мы их в первый раз поставили. От культового крестообразного шурупа А2 до 2-х миллиметрового утопленного винта М1. Радость Боута. Ваш проводник в мир хлипкого ремонта. Начните коллекцию сегодня и оцените знаменитые и всеми любимые железки с вашим экземпляром Радости Боута. Раз в неделю вы получите новый эксклюзивный предмет. Круглый винт с плоской головкой, шестигранный грибовидный болт, самоконтрящийся кровельный гвоздь. И это еще не все. Болт со шлицем и гайкой, трехмиллиметровый гвоздь М25. Вау! Чугунный шестигранный крепежный винт и многое другое. Каждую неделю к изделию прилагается исчерпывающий гид. Из него вы узнаете историю течения «Сделай сам». От гаечного дефицита до восстания винтовых муфт в 29-м. Читая журнал, вы сможете пережить эти захватывающие моменты. Начните уже сегодня и мы доставим вам первые 8 изданий без марок и упаковки. Все верно, без марок, без упаковки. Вдобавок вы получите эксклюзивную маленькую деталь от дрели абсолютно бесплатно. Чего же вы ждете? Начните коллекцию сегодня. С 10 выпуском вы получите ручку от отвертки. Радость болта – единственная полная коллекция настоящих, подлинных, достоверных копий гвоздей. Не использовать по назначению. Предметы – это декоративные копии. Запрещается использовать с древесиной, металлом и прочими материалами. Правила и условия прилагаются. Подробности в выпуске 42. Прикольно, на самом деле, рекламка. Радость болта. Что ж, ладненько, ребята, давайте на этом на сегодня закончим. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Мне этого очень и очень не хватает. А с вами был Чернак Норбу. Увидимся в следующих играх, сериях, стримах. Все, всем пока-пока. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok